здравствуйте уважаемые читатели моих книг и слушатели маленьких роликов начались майские праздники сегодня уже второй день и я должен сказать что начались они хорошо солнце тепло ну и все поехали естественно на даче и на барбекю ну это понятно потому что общение это самое главное в жизни даже если оно последнее поэтому связи с майскими праздниками я начну с подарков а именно я обещал татьяне федоровне в первую очередь которая просила рассказать про мармелад который я использую как добавку к чаю кстати говоря уже можно ставить угольный самовар что и собственно говоря и сделал и получать от жизни разнообразные удовольствия в том числе и вкусовые теперь про мармелад мармелад делается довольно просто в основном я его делаю из яблок и вишни и сливы ну когда уродиться конечно сами понимаете тогда я начинаю избытки этого самого урожая перерабатывать для этого яблоки очищаются от косточек и шкурки для этого существует специальный машин который делает это мгновенно очень удобные приятные во всех отношениях крутилочка ну и потом их надо распарить я использую специальный термостат в котором догреваю их там до 90 98 градусов выдерживаю несколько часов иногда полдня и после этого просто-напросто перемешиваю регулярно они темнеют приобретают вот такой замечательный цвет и свет и потом начинаю разливаю в такие поддоны толстенькие желательно и начинаю выпаривать в специальной сушилке который называется седония на в продаже есть то входит 9 или 10 лотков и довольно эффективно сушит вот и все сушу при 56 градусах если не лень и подольше пора спаривать то получится довольно толстый хороший вкусный мармелад нить тонкие и ерундовые листочки которые продают мне отправиться потолще вкусный хорошо второй вопрос связанный с чашечкой чашечка который у меня это как ни странно гжель это ручная роспись там в конце лета продают после выставок всякого такого искусства фарфорово-фаянсово продают остатки можно купить у пост выставочной работы вот это классическая гжель ручная роспись очень красивая чашечка мне тоже как вам очень нравится ну а теперь перейдем к сути нашей сегодняшней встречи хотя я забыл еще про один вопрос вот это замечательная самоварная баба который одеваю для сохранения тепла на самовар сделаны все в суздале осуздале у меня есть ролики и вот там девушки которые занимаются пищеварком они еще делают такие чудесные объекты кто хочет может заказать можно если совсем сложно через издательство виде но уже естественно в конце лета и так зачем я сегодня с вами встречаюсь встречаюсь по очень простой причине что эволюционный процесс о котором я так много говорил то есть искусственный отбор и смены одной парадигмы отбора мозга на другую более прогрессивную или как бы там не говорили эволюционно скажем следующую она не обязательно может быть прогрессивной она началась на наших глазах то есть совершенно ясно что обладатели предыдущей конструкции мозга которые сейчас так сказать регулируют активность нашей стране всю они не очень пригодны для того чтобы бороться с первой же опасностью которая в стране возникла это же не война никакая это же не катастрофа это всего лишь навсего очень заразный грипп больше ничего вот я конечно не верю ни в какое его мышиное происхождение как вы понимаете довольно смешно но тем не менее вопрос сколько заплатить ввозу то есть чтобы ввоз был и ныне там но вернемся к проблеме проблема заключается в том что вот этот условиях каких-то острых ситуаций как коронавирусная инфекция обостряются все отношения экономические социальные всякие прочее и сразу же несостоятельность людей с архаичными конструкциями мозга становится очень очевидно то есть в чем дело то дело в том что они не могут поступать иначе их не надо ругать их не надо воспитывать не надо пытаться от них добиться того чего они в принципе не могут и они так устроены что не понимают с какой стати они должны менять свое поведение и те деньги которые дают для того чтобы раздали население их просто забирают себе их не уже их сосчитали и положили куда надо поэтому бороться этим бесполезно это невозможно их мозг как раз позволил им занять эти позиции благодаря тому что он вот этой древней архаичной конструкции и даже чувство самосохранения не работает то есть к сожалению конструкция так сказать устарела то есть нужен церебральный сортинг и новый путь подступает со всей своей откровенностью то есть вместе с цифровизации которые нужны для чего чтобы сохранить предыдущих обладателей архаичной конструкции мозга ну понятно если ты не можешь управлять естественными процессами те нужно сделать что держать душить и не пущать штрафовать и все отнимать то есть строить население но естественно это только хуже кончается осталось только подорожать бензину по приупавший в несколько раз нефти и будет совсем смешно но сами понимаете к чему это приведет здесь несложно догадаться не надо быть экономистом поэтому люди которые распределяют деньги просто для того чтобы сохранить свою жизнь они не могут избавиться от своей конструкции мозга не воспитать не переделать нельзя знать что во франции как вам показывал этот инструмент использовали декапитатор универсальный и тогда происходила смена церебрального сортинга то есть механизмов церебрального сортинга приходили новые люди у которых опять хватало как вы понимаете не навсегда то есть это нормальный биологический процесс эволюции центральной нервной системы я не скажу что он очень гуманный но до сих пор так было по-видимому произойдет и на этот раз точно так же то есть к сожалению нужно чтобы к власти пришли люди которые обладают способностью делиться хотя бы теми самыми пищевыми ресурсами которых них и так в избытке хотя бы государственными но что особенно смешно поскольку деньги которые принадлежат государству они почему-то считают своими то есть что же можно сделать связи с этим кроме того что осуществить замену старых церебральных конструкций на новые ранее неведомые то есть это единственный способ прекратить существование в системе открытой тюрьмы которые собственно говоря с помощью qr-кода всех этих цифровых приемчиков пытаются навязать дело-то в том что ничего не получится из-за того что те люди которые это осуществляют они как раз и хотят прийти к тем самым кормушкам которые занимают владельцы архаичных конструкций мозга как вы понимаете это может очень печально для многих кончится то есть что же является ключевым в этом во всем деле то есть она что менять то ну менять тактически в любой экономист вам определить что и объяснит что делать ну которого работа живет не в парадигме федеральной резервной системы международного банка а вот что делать по человечески с нормальных человеческой точки зрения дело в том что нужно переходить к системе самоорганизации она чем на кой основе основа это очень одна и простая цифровая та самая который нам навязывает нужно чтобы информация та самая которые так все говорят она была неизменяемой то есть вот это главная проблема что позволяет манипулировать сознанием что позволяет манипулировать населением что позволяет манипулировать истории и сносить памятники совершенно несправедливо или ставить совершенно новые дикие кто виноват в этом во всем а в том что информация о нашей истории непрерывно меняется это свойство мозга которым а многократно писал то есть наш мозг все время меняет информацию не надо устраивать нашу социальную планетарную систему на основе пороков нашего собственного несчастного мозга поэтому нужно задуматься о том как эту самоорганизацию осуществить я прекрасно понимаю что надо сделать но это не так просто для этого нужна политическая воля который пока я не вижу видимо дело еще не настало не настолько плохо чтобы запускать устройство французской цивилизации и быть востребованным для решения таких проблем но на этом я с вами прощаюсь и прежде чем сказать последнее слово должен пояснить название этого фильма теплое доздроперма это романтическое воспоминание о прошлом так называли девушек советское время исходя из названия сегодняшнего праздника да здравствует 1 мая кратко доздроперма вот такой доздроперма ивановны теплый большой я когда-то был знаком как ни странно остались самые светлые советские воспоминания на этом с вами прощаюсь удачных праздников берегите себя и не целуйтесь неожиданно откуда приехавшими соседями до свидания